Жители первого квартала микрорайона «Восток-2» остались без общественного транспорта. Из-за плохих дорог и подтопления водители автобусов отказываются туда заезжать. Жителям Майкудука приходится часами ждать и без того редко курсирующие 34-й и 0-14 маршруты. Аналогичную картину с огромными лужами можно наблюдать во всех частях шахтерской столицы. Власти объясняют это отсутствием в городе нормальной дренажной системы. На внутриквартальные дороги «Восток-2» без слез смотреть невозможно. Водитель с 20-летним стажем Ари Бомаров жалуется, что вынужден ежедневно здесь ездить. Машину приходится чинить каждые пару месяцев. Наблюдательный мужчина рассказал, что люди зачастую часами стоят на остановках. Водители 34-го и 0-14 маршрутов отказываются сюда заезжать. Всё из-за дороги. Бедные пассажиры, а зачастую с маленькими детьми, ждут автобусов часами. А сегодня вообще вынуждены были добираться до следующей остановки. По некоторым улицам Караганды без резиновых сапог передвигаться невозможно. Ситуация с затопленными обочинами и тротуарами повторяется из года в год. Страдают в основном пешеходы. Дороги нет. Везде вода. Вот стою, не могу добраться до нужного мне пункта. Ноги промокли. А это дорога на улице Магнитогорская. Автобусы вынуждены высаживать пассажиров за 200 метров до остановки. Страдают от огромных луж и жители улицы Зональная. Чиновники объясняют это отсутствием нормальной дренажной системы. Ливневки забиты, а местами просто отсутствуют. Несколько лет назад подрядчики вместо того, чтобы почистить ливневки, решили просто закатать их в асфальт. Начал копать, увидел трубу, место, чтобы её сохранить, оставить и так далее. Люди взяли её, заглушили. Соответственно, никто же не может понять, почему теперь через два или три года стала топить той лавивни. Потому что ей некуда уходить, и она начинает обратно выдавливать и выходить. В текущем году чиновники обещают начать средний ремонт 101 дороги. Отремонтируют второстепенные и внутриквартальные развилки Михайловки, Майкудука и Пришахтинска. График перекрытия дорог будет предоставлен позже. Между тем, зима уже выявила дефекты на 20 отремонтированных участках. Однако власти успокаивают карагандинцев. За некачественный ремонт ещё не заплачено. Подрядчик устранит все дефекты за свой счёт. Айя Мамрина, Исламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.